В эфире новости в студии Светлана Федодеева. Здравствуйте! И вот о чем я и мои коллеги расскажем в этом выпуске. Работа была довольно сложная, проходила в непростых погодных условиях. Строители завершили сооружение железнодорожных опор Крымского моста. Сколько конструкций установили и какие работы предстоят теперь? Позвонили, сказали, что к ним пришли, предупредили их, что давайте собирайте вещи. Требование покинуть помещение. Депутаты городского парламента выселяют телеканал Х-24 из кабинетов на Ленина-3. То есть уже не осколки были не страшны, а вот именно обыкновенная оружейная пулеметная стрельба была страшна. Огонь 19-й береговой батареи. Первые залпы по фашистам, наступавшим на Севастополь с юга, прозвучали 77 лет назад. Строители завершили сооружение опор железнодорожной части Крымского моста. Готовы 307 конструкций, которые поэтапно принимают на себя 160 тысяч тонн пролетных строений. Этот сложный технологический процесс идет на всех участках стройки. На сухопутные опоры, собранные на стендах, пролеты устанавливают кранами, а на морские надвигают домкратами. После этого последовательно со стороны Таманского берега формируют верхнее строение пути железной дороги. Уже уложили более 9 километров рельсошпальной решетки. Завершить установку пролетов на суше и в море планируют в первом квартале 2019 года. Работа была довольно сложная, проходила в непростых погодных условиях. Но несмотря на это строители справились со своей задачей и с небольшим опережением завершили все железнодорожные опоры. Они довольно массивные опоры, отличаются от автомобильных в первую очередь своими габаритными характеристиками. И та опора последняя, которую мы закончили, а это опора 254 на фарватерном участке, высота ее порядка 33 метров. Это около 12-этажного дома. Суммарная мощность электроэнергии, которую вырабатывают городские электростанции, в ближайшее время составит 651 мегаватт, что должно полностью покрыть потребности города. Об этом сообщил на аппаратном совещании директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов. Он отметил, это произойдет после ввода в эксплуатацию второй очереди Балаклавской ТЭС, которая, как и первая, рассчитана на 235 мегаватт. Руководитель департамента представил программу развития электроэнергетики Севастополя на ближайшие 4 года. Всего на территории города действуют электрические станции, которые вырабатывают 416 мегаватт электроэнергии. В период 2013-2017 года баланс мощности электроэнергии на территории города характеризовался как дефицитный. А собственный максимум потребления мощности в энергосистеме вырос почти на 10% и достиг 286 мегаватт. Дефицит покрывался за счет перетоков из энергосистемы Республики Крым. С вводом двух ПГУ на Балаклавской ТЭС в 2018 году баланс мощности на территории города Севастополя складывается избыточным и позволит передавать мощность на другие энергорайоны полуострова в случае такой необходимости. Департамент архитектуры подключится, департамент обстроя, все списки свои найти, 100 социальных объектов. В основном это было основное условие, что их нужно обеспечить электроснабжением. Все наши новые социальные объекты – это первый, крупнейший потребитель электроэнергии. Второе – рассмотреть все типы сетей. Это тоже было обязательным условием, которое в апреле было поставлено. Состоялась шестая региональная конференция Севастопольского отделения «Единой России». Его лидер Борис Колесников открыл заседание и подвел предварительные итоги работы за 2018 год. В рамках ежегодной ротации в региональный полицовет были избраны новые члены. Кроме того, на мероприятии представили делегата, который в начале декабря отправится в Красногорск на 18-й съезд партии «Единая Россия». Им стала Инга Матяш. В завершении партийному активу вручили благодарственные письма от секретаря Севастопольского отделения партии. Также отметили общественные организации и учебные заведения города, которые ведут совместную работу с «Единой Россией». Для нас любая задача по улучшению городской среды города, по улучшению качества жизни жителей города Севастополя – приоритет. Внимание, жители Севастополя! Сегодня часть улиц нашего города останутся без света и воды. Об этом сообщили на официальных сайтах ресурсоснабжающих предприятий. Свет отключат с 8 до 17 часов по улице Руднева, 35, а также в поселке Сахарная Головка. А воды не будет с 10 до 17 часов по улицам Гоголя, Коммунистической, Кожанова, Льва Толстого и Супруна. А с 9.30 до 15 часов по улицам Богданова и Циолковского отключения связаны с ремонтными работами. Перейдем к истории. 77 лет назад с 19-й береговой батареи прозвучал первый залп по фашистам, которые наступали на Севастополь с юга. Почтить память защитников города у фортификационного сооружения в Балаклаве собрались ветераны, школьники и просто неравнодушные севастопольцы. Собравшимся провели экскурсию по памятным местам, а также показали документальный фильм о второй обороне и защитниках, которые отдали свою жизнь, отстаивая Севастополь. Так, 30 октября 1941 года, ровно в 16.35, началась одна из самых кровопролитных страниц истории Севастополя. Впереди почти год непримиримой борьбы. Огневая и оборонительная системы в целом оказались для врага непреодолимыми. Севастополь стоял до последнего, пока не иссякли боеприпасы. Еще раз, в громкой войне, рассказали на 19-й береговой батарее, вернее, показали документальный фильм, о чем молчат стены фортификационного сооружения, где приняли бой десятки советских солдат. Обзор стрельбы был, ну вот посмотрите, вот где-то в районе, значит, ну 320 градусов было в открытое море. И обзор стрельбы был у этой батареи великолепный. И это не единственное преимущество, которым воспользовалось командование 19-й береговой батареи в начале 2-й обороны. Первый выстрел на южных рубежах города прозвучал именно отсюда. В честь первого залпа по немецко-фашистским захватчикам на мероприятии внесли знамя победы над нацизмом. Для немцев этот залп стал громом среди ясного неба. По их данным, батарея была давно разоружена. Тут же на ее уничтожение бросили авиацию и несколько минометных и артиллерийских батарей. Самыми незащищенными под непрерывным артобстрелом оказались орудийные расчеты, которые не имели брони колпаков ни в пример 30-й и 35-й береговым батареям. И когда враг вот уже находился в районе Геннадской крепости, здесь буквально прямая видимость, один километр всего-навсего, это полет пули, то есть уже не осколки были не страшны, а вот именно обыкновенная оружейная пулеметная стрельба была страшна. В таком режиме батарея приняла огонь на себя во время первого штурма города. Отсюда краснофлотцы отражали второй и третий штурмы вплоть до 30 июня 42-го года. Сейчас фортификационное сооружение заброшено, но память о подвиге жива. В октябре 19-я батарея получила статус объекта культурного наследия регионального значения. Александр Ковалева, Александр Тарасенко, информационный канал Севастополя. Все больше обсуждений за закрытыми дверями. Депутаты Севастополя продолжают избегать СМИ и трансляции заседаний законодательного собрания в прямом эфире телеканала Х24 больше не будет. Ближайшее 13 ноября отменено. Дело в том, что в конце прошлой недели аппарат ЗАГС Собрания выдвинул к нашей телерадиокомпании требование покинуть помещение в здании на Ленина-3. Именно там сейчас находится оборудование, которое обеспечивает трансляции заседаний парламента в прямом эфире для широкой аудитории на телеканале Х24. Кроме того, в подвальных помещениях парламента работают журналисты телеканала. Там же расположена любимая горожанами радио «Севастополь-ФМ», а также редакция информационного агентства и сетевое издание. Куда теперь переезжать журналистам и сотрудникам технического обеспечения не ясно. «Информа-агентство дает новости о деятельности ЗАГС Собрания, о деятельности правительства, о том, что происходит у нас в городе. То есть было рабочее место, девочки работали оперативно. Сейчас как они будут работать? Не знаю. Девочки позвонили, сказали, что к ним пришли, предупредили их, что давайте собирайте вещи. В пятницу нам дали доработать до конца. Сейчас я приеду в ЗАГС Собрание, узнаю, выселили ли нас или нет. Но уже разговоры шли, что давайте освобождать рабочие места. Будем работать на коленках, наверное». Это не единственный случай, когда представители законодательного собрания отказываются от взаимодействия с журналистами. Напомним, 31 октября, во время заседания постоянной комиссии по бюджету, депутат Александр Кулагин предложил сделать обсуждение документа закрытым. Без участия СМИ. Особенно он выделил информационный канал Севастополя. С чем связано такое пренебрежительное отношение к журналистам? Какие последствия повлечет выселение сотрудников телеканала, информагентства и радио? И есть ли варианты решения проблемы? Наши преспонденты сейчас выясняют подробности этой запутанной истории. Неожиданные факты, которые удалось собрать, расскажем в следующих выпусках новостей. Перейдем к другим темам. Урожай яблок в Крыму может превысить прошлогодние показатели втрое. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства полуострова. В прошлом году в регионе собрали 40 тысяч тонн плодов. В этом уже 90 тысяч тонн, а уборку еще не завершили. Пятилетний рекорд бьет и урожай винограда. Уже собрали 76 тысяч тонн, из них 70 технических сортов. Овощей на полуострове тоже стало больше. В этом году урожай составил уже 18 тысяч тонн, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Напомним, часть аграрных площадей Крыма пострадали из-за засухи и града. Теперь к новостям спорта. Футбольный клуб «Севастополь» неожиданно уступил ялтинской команде «Инкомспорт» 1-3. Соперники наших спортсменов открыли счет на 25-й минуте и увеличили преимущество уже через 7 минут. В третий раз ворота нашей команды ялтинцы поразили под конец первого тайма. За ряда севастопольских футболистов хватило только на один мяч. Гол «Рестижа» на 86-й минуте забил Александр Жабокритский. После этого поражения футбольный клуб «Севастополь» продолжает сохранять вторую строчку в турнирной таблице. Лидируют в ТСК «Таврия» и Симферополя. В следующем туре наши спортсмены сразятся с «Крымтеплицей» 17 ноября. В первую очередь по действиям «Инкомспорта» было видно, что они хотят больше победы, чем мы. Впервые в Севастополе в селе Орлинном прошли соревнования по фларболу. Этот вид спорта считают более безопасной формой хоккея. Фларбол в Севастополе появился только в июне этого года. Там за Кубок Байдарской долины соревновались ребята от 9 до 14 лет. Также приехали на первый севастопольский турнир по фларболу спортсмены из Крыма. Подробнее в сюжете. Фларбол или хоккей в зале появился в Севастополе не так давно, но уже активно заинтересовал молодых спортсменов. В первых соревнованиях по фларболу участвуют дети от 9 до 14 лет. Многие участники занимаются хоккеем на льду, но решили попробовать себя в родственном виде спорта. Других ребят командная игра заинтересовала своим задором и простотой. Хоккей это все-таки более жесткий вид спорта, потому что там уже силовая идет, толчки, удары и броски там посильнее. А флорбол это все-таки более, во-первых, свободнее, потому что им можно и поиграть на площадке и во дворе. Экипировка для флорбола очень простая и доступная. Достаточно футболки, шорты, спортивных геттер. Инвентарь тоже недорогой, а главное безопасный. Клюшки легкие, пластмассовые, в отличие от классических хоккейных. Вместо шайбы мяч тоже пластиковый. Доступность и безопасность делает этот вид спорта все более популярным в нашей стране. Его развитие началось в Европе еще в 50-х годах, когда хоккеисты занимались исключительно в зимний период, а в летний период они простаивали. Они посчитали, что это несправедливо, поэтому они взяли в руки пластиковые клюшки и начали с ними гонять в спортивных залах. Севастополь город южный и у нас не каждый год замерзают речки, поэтому хоккеистам проблематично заниматься. И вот было бы несправедливо, если бы флорбол не пришел и сюда. Число севастопольцев-флорболистов растет динамично. Сейчас уже 150 спортсменов занимаются этим видом спорта. По итогам Кубка Байдарской долины будет сформирована сборная Севастополя для участия в Кубке и первенства России. Оксана Колесникова, Александр Коплун, Андрей Глушенко. Информационный канал Севастополя. 12 ноября в народном календаре называют «Синичкиным днем». К этой дате лесные птицы обычно перебираются поближе к людям в поисках пищи. Многолетние наблюдения за синицами позволяли судить о погоде. Если пернатые целыми стаями появлялись у дома, это предвещало похолодание. Много птиц на кормушках, к снегопаду и метели. О какому погодному сюрпризу синица вместо сала и семян клюет мякоть кокоса, народные приметы не уточняют. А теперь о погоде в Севастополе. Сегодня в городе переменная облачность, температура воздуха плюс 11 градусов. Атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 64 процента. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. И на этом у меня пока все. Еще больше информации на сайте xtv.ru. Телефон редакции 54-51-12. Для вас работала Светлана Федодеева. До встречи в эфире. Светлана Федора